23 человека с воли из Соликамска, городов Пермского края и соседних регионов зашли в периметр колонии строгого режима. Для них здесь проводится День открытых дверей. Это такое поощрение для заключенных, которые участвуют в межотрядном конкурсе на лучшую дисциплину и трудовые показатели. И вот 13 исправляющихся заслужили встречу с родственниками. Отряд номер 5 по итогам 2021 года занял первое место. И именно осужденные отряды номер 5 имели право воспользоваться Днем открытых дверей. Их родственники осужденных были приглашены. Родственники осужденных мотивируют осужденных на получение ими профессионального образования, выплату исков. Для гостей сперва краткий рассказ об учреждении. Содержатся здесь преступники, впервые осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления. Такие как убийство, наркоторговля, причинение тяжких телесных повреждений. Количество личных вещей, свиданий с близкими, получаемых посылок и бандеролей, а также личного времени лимитировано. Вся жизнь и работа проходит строго в периметре и по графику. А потом приступили к экскурсии. Первый пункт промзона. Там есть цех деревообработки, куда привозят бревна, а увозят готовую мебель. Есть цех сувенирный для всяких авторских поделок. И швейный цех, туда и заглянули. Здесь идет работа над заказом спецодежды для Кизеловской строительной фирмы. Выкройки и фурнитура поставляются с волей. Здесь это все сшивается в готовое изделие. Мы работаем в три смены. Значит, в этом цеху у нас два цеха, в этом цеху где-то человек 130. Первая смена заготовки делает, вторая смена шьет комбинезоны для костюмов аварит, третья смена куртка. То есть мы разделили в три смены, чтобы там как бы вот эта продукция как бы не спутать. Потом осмотр отрядного быта. Условия в отрядах разные. Вот, например, как внутри отряда облегченных условий содержания. В отряде пусто, все на работе или на учебе. Тут есть небольшой спортзал. В спальных комнатах обстановка спартанская, без излишеств. Впрочем, слово дневальному. Живем в отдельных секциях. Свидания даются почаще. Дополнительные передачи. Ну и народу, соответственно, меньше на отряде. Может, на кого-то учились? Да, я учусь, получаю высшее образование. И здесь учился уже на крановщика, на автослесаря. Сейчас вот на станочника учусь в данный момент. Кстати, об учебе. Тут сидельцы могут и школьное образование закончить, и ряд рабочих. Преимущественно технических специальностей получить с дипломом государственного образца. От теории до практики пара шагов. В одном классе установлен действующий макет башенного крана. От пола до потолка с креслом машиниста и всеми рычагами управления для отработки всех действий крановщика. В цокольном этаже вообще натуральный трактор стоит. Его сюда поместили еще на стадии закладки фундамента будущего здания училища. Настоящий трактор ТДТ-55, который используется еще в наше время в лесозаготовительной отрасли. На базе настоящего трактора проводятся все ремонтные работы, которые бывают на лесозаготовительных участках. Обучающиеся чуть ли не до мелких деталей трактор разбирают, собирают и даже заводят. Выхлопная труба в окошко выведена, чтобы газами не надышались. Ну а мы продолжаем знакомство с колонией. А вот это пространство называется плац. Здесь проводятся построения осужденных, проверки, переклички. Ну а кроме того поверхность размечена для проведения различных видов спорта. Футбол, баскетбол, ну и прочие подвижные дисциплины. Потом гостям показали непосредственно пятый отряд, где живут их мужья, братья, сыновья. А встретились и на недолгое время воссоединились семьи уже в актовом зале. Депутат Соликамской думы поучаствовал в награждении призеров недавних спортивных соревнований. Сказал несколько обнадеживающих слов осужденным и их близким. Такие встречи мотивируют осужденных в дальнейшем трудиться, вести здоровый образ жизни, вести себя намного лучше. Ну надеяться на то, что больше таких ситуаций в жизни у них не повторится. Ну а сами исправляющиеся вручили благодарность Сергею Ерофееву за его нравственную воспитательную работу с заключенными в патриотическом кружке. И дали мини-концерт. После концерта у осужденных и их близких была возможность пообщаться за кружечкой чая. А мы потом полюбопытствовали у гостей о впечатлениях, чего нового узнали о своих родных. Вот эти бы материнские слова до каждому лихому парню в уши. Глядишь за умбы начали браться пораньше и в такие места не попали бы. Антон Старостин, Михаил Мрошкин, телекомпания Соль-ТВ.